ВИСИ недавно опубликовала статью, в которой указывались пять сценариев развития ситуации в Украине в 2023 году. В частности, среди них говорилось о том, что Украина может выиграть войну в следующем году и в январе начать освобождение Крыма. Какими, на ваш взгляд, могут быть оптимистические и пессимистические прогнозы на будущий год для Украины? Ну, оптимистический прогноз очень простой. Военная победа. Деоккупация территории полностью или, так сказать, за какими-то там исключениями. Заключение мира при помощи западной коалиции, справедливого нусла их западной коалиции. И дальше уже мир додавливает путинский режим, чтобы он исчез политической карты цивилизации. Это как бы оптимистический сценарий. Я не знаю, там может быть сценарий один, сценарий два, но это различные варианты. Но суть такая. Сценарий, ну, я бы не сказал, что пессимистический, но ближе к, так сказать, пессимизму, но все-таки к такому более-менее разумному пессимизму. Путин продолжает мобилизовать людей, бросает в бой огромное количество, даст большое количество воинов, вновь набранных, проводит там подготовку, запускает. Ему все-таки удается запустить более-менее, так сказать, на масштабное производство оружия военно-промышленный комплекс. Война превращается в позиционную, затягивается, творится к артиллерийским дуэлям, каким-то локальным атакам, контр-атакам. И не заканчивается в 23-м году, а переносится на 24-й. При всем том, что, конечно, идет истощение ресурсов России, но и, конечно, жизнь в Украине тоже представляет из себя ожидание чего-то, так сказать, драматического. Это такой сценарий более пессимистический. Но есть и совсем плохой сценарий, когда Путин все-таки решается на применении ядерного оружия. Вот тут мы с вами можем считать дальше какие-то другие варианты. Скажите, пожалуйста, вот если говорить о выходе Украины на границе 1991 года, по сравнению на 1991 год, вот что это будет означать в дальнейшем? То есть будет ли это означать окончание большой войны с Россией? То есть, условно, вот если мы выходим, то уже все, заканчивается война, и, в принципе, дальше уже идет разговор о репарациях и дальнейших каких-то действиях. Или это все-таки какой-то вот период отложенной войны на будущее, чтобы реванить? Это будет зависеть не от Украины, это будет зависеть от России. Это будет зависеть от позиции зарубежной международной коалиции. Если международная коалиция не додавит режим Путина, то это будет не мир, а перемирие. Путин будет одержим жаждой реванша. Он будет понимать, что только закручивание гаек и превращение страны в осажденную крепость, выпускающий в бешеном количестве оружия и готовящийся к новой войне, это будет единственный способ удержания власти. По крайней мере, шанс на удержание власти. Я не уверен даже, что и в этом сценарии ему удастся ее удержать, но тем не менее шанс такой может вам представиться. Поэтому, конечно, война не закончится только подписанием мирного договора и деоккупация территории полностью, но не частично, а может какая-то часть оставит что-то за Путиным на период 23-го года. И дальше будут политические переговоры. Поэтому, конечно, речь идет о том, что война состоит из двух этапов. Первый – это военная победа Украины. Второй – это победа всей коалиции над путинским режимом. Не военной, но та победа, которая пройдет к раковому режиму. А что Путин может за собой оставить? Крым или речь идет о каких-либо других регионах украинских, которые будут на тот момент им контролироваться? С военной точки зрения удобнее биться за какую-то часть Донбасса и Луганска. Это проще по логистике, по всему. Но с точки зрения имиджа Путин больше будет биться за Крым, поскольку деоккупация Крыма и возвращение Крыма в состав Украины будет для него смертельный удар для его имиджа. Поэтому с точки зрения военной логики Донбасса и Луганска там будет проще ему удерживать позиции. С точки зрения сохранения власти, конечно, он будет биться в основном за Крым. Вот многие эксперты говорят о том, что есть вероятность, что в принципе война в Украине может растянуться как минимум на 10 лет. С чем, по-вашему, могут быть связаны такие прогнозы? Это зависит от продолжительности жизни Путина? Либо есть еще какие-то факторы, которые могут влиять на такую продолжительность на 10 лет? Ну, мне кажется, что эти эксперты немножко увлекаются арифметикой. То есть, если мы берем, допустим, 100-тысячные потери российской армии, которых пришлись на эти 10 месяцев войны, то есть, грубо говоря, по 10 тысяч в месяц, то, наверное, они просто берут мобилизационный резерв России, растягивают его на это время, у них получается арифметическая производная. Это неправильно, потому что война – это не арифметика, даже не математика. Война – это ресурсы государства, терпение народа, мужество, стойкость, моральные правота и так далее. Поэтому все эти факторы, они не укладываются в арифметическую логику. Я думаю, что война, даже в случае, если вдруг она там по каким-то причинам объективным и, допустим, обстоятельствам непередалимой силы затянется на какое-то время, она все равно не может длиться так долго. В России не хватит никаких ресурсов человеческих, технических, военных. Никаких не хватит ресурсов, чтобы поддерживать. Если поддерживать 10 лет боевые действия, ну, невозможно. А сколько реально они могут поддерживать эти действия? Сколько может реально длиться война? Насколько у России хватит ресурсов? Давайте мы сейчас просто возьмем, посчитаем по финансам. Вот мы знаем, примерно, сколько тратит Путин поверх бюджета утвержденного, или утверждавшегося ранее. Я сейчас точную цифру не помню, но я знаю, что расчеты экономистов говорят, что примерно полтора раза. Ну, хорошо, предположим, что же там они еще с эскрибутом берут, где-то ужмут, где-то урежут, ну, два года. Вот это максимальный срок по ресурсам, если мы считаем исключительно арифметический. Не берем во рассмотрение, не берем во внимание другие факторы, которые разрушают арифметику, как я сказал. И моральные состояния армии, и дух, и мужество, и героизм тех же вооруженных сил Украины, и нарастающая помощь западные коалиции, которые снимают барьеры определенной страха и опасения. Ну, они все равно обязаны соблюдать осторожность, чтобы не допустить ядерного апокалипсиса. Поэтому они, вот эти поставки оружия, как бы, так сказать, увеличивают постепенно, когда они убеждаются, что нет смертельного риска. Но я думаю, что вот это все не даст Путину долго, и не позволит Путину долго вести войну. Вот вообще, если говорить о будущем годе, насколько, какие вы видите перспективы для России на следующий год? Вообще, хватит ли у нее оружия для того, чтобы вести вот еще целый год, и средства, и где она их, в принципе, может взять в следующем году, чтобы дальше продолжать войну? Потому что видно, что у нее уже, ну, некоторые проблемы там с вооружениями возникают, в принципе, периодически. Ну, некоторые проблемы с вооружением возникают всегда, и у всех. Вопрос, какие это проблемы? Дело в том, что Путин сейчас пытается запустить военно-промышленный комплекс, он сталкивается с огромными проблемами, в том числе с кадровой проблемой, проблемы инженерных кадров, конструкторских, они просто устарели физически, физиологически. Тем не менее, ему удалось запустить ряд достаточно больших предприятий оборонной промышленности на, там, чуть ли не круглосуточном графике, ну, чуть ли, я говорю. Две смены, 16 часов, там, работать в некоторых предприятиях. Конечно, они сумеют какую-то часть боеприпасов выпустить, произвести ремонтные работы, выпустить новые, там, орудия, миномерить то, что попроще. Сложную технику ее выпускать долго сложно, и ее очень сложно поставить на поток, ну, такие, как боевые машины, такие, как сложные танки, там, системы, со всеми системами защиты, потому что сейчас есть системы очень надежные для танков, но очень дорогие. Вот поэтому какое-то оружие он еще сможет наладить выпуск. Мне сложно, как военному, не военному, специалисту, не военному эксперту оценить это, но так вот, я просто считаю, что простого оружия он сумеет выпускать достаточное количество. Оно тоже, к сожалению, стреляет, убивает. Может быть, не с первого снаряда, не с первой мины, но увы. А вот, что касается более мощного, более современного оружия, тут будет преимущество украинских вооруженных сил, почему я и думаю, что они будут в самое ближайшее время переходить в наступление очередное и теснеете российские оккупационные войска. А извне, может Путин привлечь помощь военную, имея в виду там, помимо Ирана, например, Китаю или еще какие-либо страны? Или у него уже закрыто... В Китае нет, Иран нет, Иран может только что-то поставлять, но трудно представить фантастический вариант, что каких-то северных корейцев бросить на фронт, им-то это на хрена. Вот, хотя, может быть, если они там поедут в Европу, они там сбегут тут за первые же дни. Может быть, ради этого они и поедут. Вот, поэтому я пока не вижу союзников, но гипотетически Путин все-таки может додавить Лукашенко. Вот это вот, пожалуй, единственный ресурс, такой маломальский, более-менее прогнозируемый и понятный, но, опять-таки, это будет, ну, как говорится, через труб Александра Лукашенко условно. И условно, а может и не условно. Вот здесь мы должны понимать, что Лукашенко сам будет делать все возможное, чтобы в прямую войну с Украиной не ввязаться. Путин, в принципе, настроен, по-вашему, идти в наступление вот с севера второй раз на Киеве, как сейчас обсуждают. Ну, он был рад, только у него нет, по-моему, ни сил, ни возможности. Вот так сильно. Мне кажется, он пока рассчитывает на армию Александра Лукашенко. Александр Лукашенко рассчитывает, что война кончится раньше, чем его примут к стенке с требованием заставить армию вступить в бой с Украиной. Я думаю, что у них разные цели, у Путина и у Лукашенко. Без армии, как утверждает теперь же, я ссылаюсь на военных экспертов, без поддержки армии Лукашенко у российской армии нет сил серьезных, чтобы организовать масштабные какую-то военные операции и наступать на Киев. Субтитры сделал DimaTorzok.